Всем привет, друзья! Сегодня я решил выйти на прогулку и недалеко от того дома, где я проживаю, у родителей Ларисы есть такой небольшой парк. Я уже снимал видео, кажется, и летом, и осенью я снимал здесь прямо за мои последние поездки в этом году. Ну и вот решил прогуляться немножко и покажу вам, как здесь выглядит зимой, какова здесь природа. Парки здесь практически везде, да? Практически в любом районе, где бы вы не жили, да, везде есть какой-то парк. То есть места в Америке хватает. Ну и сейчас немножко прогуляемся, посмотрим, как же здесь выглядит зимой. Там есть хоккейная коробка. Там же сейчас, я смотрю, дети играют в хоккей. На улице очень холодно. Ну что значит очень холодно? Время обеденное, минус 18 градусов, 12 часов дня сейчас. Сегодня я одел перчатки, видите, перчатки, но снимаю я без перчаток, правая рука без перчатки, видите? И вот уже рука за одну минуту замерзла у меня. Здесь где-то я видел двух белок только что. Я как-то говорил, что здесь куча белок в Миннесоте. А, где? Вон они, вон там бегают, шишки таскают. Вон, видите, побежала одна, что-то потащила. Здесь нужно быть очень осторожным, потому что такой небольшой снежок выпал, но под снегом, видите, лед. Можно катиться. Посмотрите, видите? Когда я снимал видео о гололёде, да? То есть в ту ночь здесь... То есть прошёл дождь, и после этого всё покрылось льдом. Вот такой вот мостик здесь, по которому мне нужно пройти. Кто-то живёт непосредственно у этого парка. Видите, вот такие вот домики. Не знаю, там вам или как их назвать. Слышите, как хрустит подо мной лёд? Тут всё замёрзло абсолютно. Вот такая вот речушка, и там какое-то болотце. Но летом всё заросло камешами. И вот туда я сейчас направляюсь. Вот такой вот складывается у нас пейзаж. Отличная погода. В принципе, как всегда, в Миннесоте. Очень много солнца. Чистое небо сегодня, видите? Сегодня у нас суббота, выходной день. Но не знаю, насколько он выходной в Соединённых Штатах. Американцы такие, как сказать, любят поработать. И в субботний день многие люди так же работают. Не знаю, я в Германии работаю с понедельника до пятницы, поэтому суббота для меня однозначно выходной всегда. Когда я летел сюда, в Миннесоту, я очень надеялся на то, что будет очень много снега. И надеялся на то, что будет минесовая температура. Ну, с температурой мне повезло, так сказать. Я хотел немножко, как это назвать-то, вспомнить Сибирь, родину свою, где зимы холодные. Ну, то вот эти вот 18 градусов, в принципе, для меня ничего такого. Особенно обычная зимняя температура в Сибири. То есть у нас было и похолоднее. Самая низкая температура, которую я чувствовал на себе, это было минус 38 градусов. Это было в 1996 году. Очень холодно, минус 38. Ну, конечно, я понимаю, что люди, которые живут там в Якутии, там, я не знаю, в Ханты-Мансийске где-то, одноклассник у меня живет, что у них температуры намного ниже опускаются. Ну вот, почти две недели я уже здесь пробыл. Снег так и не выпал. Вот этот вот снег, который сейчас лежит, да, это остатки прошлого снегопада. Это было буквально недели две до моего приезда. Ну, как видите, еще много снега осталось на полях. А так вот, если смотреть на лужайки, вот туда, видите, там все подтаяло. Все, что на солнышке. Таких температур в Германии, ну, по крайней мере, в том месте, где я живу, минус 18, но очень редко, если такая температура задерживается, ну, на пару дней, может быть, на 2, на 3 дня. Сейчас, на данный момент, я знаю, что там около минус 8 было. И Лариса, подружка, писала из Баварии, у них до минус 26 ночью опускалась температура, тоже лежит снег. Ну, вот тут, думаю, здесь минус 8 все-таки похолоднее, попрохладнее. А там, я смотрю, пару детей играются. Я уже приходил сюда, смотрел, как дети в хоккей играют. Это мне, опять же, напоминает Сибирь. У меня напротив моего дома была хоккейная коробка. Я всегда в окно выглядывал. А если, например, там ребята собирались, то я сразу же подтягивался. Раньше не было никаких телефонов, да, нельзя было там списаться, созвониться. И с телефонами даже, да, у нас в поселке была тоже проблема, не указывал, был телефон. Как-то там вставали на очередь, годами ждали. Была огромная проблема получить номер телефона. Но такая привилегия у нас была. Телефон у нас дома стоял. Вот так вот выглядит хоккейная коробка, которая находится здесь. Которую я вам уже показывал летом или осенью, не помню точно. Вот так вот выглядит. Ну, на данный момент дети не играют. Только что, когда я оттуда приближался, я видел, что здесь кто-то находился. Вот игровая площадка. И стоит здесь вот такой вот домик. Я подошел туда, там висит надпись «Часы открытия». И здесь написано «Warming House». То есть это домик, где можно согреться, зайти сюда. Часы открытия у него есть. Вот так вот здесь написано. «Warming House». До девяти вечера он открыт с понедельника до пятницы. В субботу с десяти, в воскресенье с десяти, но только до шести и так далее. То есть я видел, как только что люди, которые вот там по полю идут, они сюда заходили, грелись. Ну, а я сейчас хочу пару раз разогнаться по этим ступенькам и прокатиться по этому льду. Сейчас попробую это заснять. Мне кажется, дети, которые играли здесь на площадке, когда я только шел сюда, мне кажется, они просто в этом домике греются, потому что сейчас еще один мальчик ушел с клюшкой, со снаряжением. Просто когда сидят, греются. Так, посмотрим сверху, как здесь. Разобрался я вот на такую вот горку на этой игровой площадке. Надо посмотреть еще раз на окрестности, как же здесь выглядит зимой. Ну, вот теперь спустя уже минут 25 я уже понимаю, что на улице холодно, что 18 это не так уж тепло. Но, по крайней мере, рука у меня замерзла, потому что где я снимаю? Вот видите, да? Вот так выглядит окрестность. Ну, и в принципе, все на сегодня. Я прогулялся. Вот там жилой район такой есть. В принципе, через него, может быть, пройду, не знаю. Хотя так дольше идти, знаете, поэтому пойду, наверное, как обычно. Вот эти вот елочки привезли в ноябре месяце. Ну, я думал, их чисто привезли для того, чтобы поставить их перед Рождеством. Но сейчас я смотрю. Похоже на то, что их здесь просто посадили. Вот видите, как здесь выглядит? Похоже на то. Я так думаю, что их посадили. Но не знаю, наберется, садят елки или нет. Вот там одна стоит. Вот там одна стоит. И вот там еще одна стоит. Четвертая елочка. Четыре елочки. Вот здесь видно, что дети катали снежные комы. Ну, и видно сразу, где его катали. Вот здесь. Вот здесь. Вот так его катили, катили. Кольцо я показывал, что опускается, да, на вот это, мне кажется, самая минимальная высота, чтобы могли играть самые маленькие дети. То есть здесь даже я могу достать до кольца. Так, вот там мальчик один вышел на хоккейную коробку уже. Ну, и на этом все, друзья. О моей прогулке в этот парк. Я сейчас пойду домой. Вот накинул капюшончик, уже теплее становится. Я совсем забыл, что у меня есть. Всем спасибо за внимание. Я погулял, почувствовал холод. Он начинает меня пронизывать. И теперь иду домой. Но перед тем, как я пойду домой, хочу заснять одно видео теперь для очень близких той семьи, то есть близких родственников моей жены, родителей ее, которые не живут в Америке, показать им путь отсюда до дому, чтобы они примерно могли посмотреть, где же живут Ларисы и родители. Лариса, всем спасибо за внимание. Пока.